Слово Тор Спасибо, Марк Витальевич. Я скажу больше. Сегодня мы перебрасываем мостик не в Средневековье, а в древнюю историю, почти что к Гильгамешу, но немножко ближе. Дело в том, что на будущий день наступает день 10 Тевета. Это пост 10 числа месяца Тевета, 14 декабря в этом году. Он связан с тем, что 2500 лет назад войска вявилонского царя Набуха Доносора осадили Русалим. Мы знаем, есть такая опера «Набукко» с хором иудейских рабов. Это связано с нашей историей, с этим самым постом. Вот такой у нас мостик интересный образовался. Но это только было начало осады. 10 Тевета евреи начали обороняться, оборонялись два с половиной года. Только 9 августа, через два с половиной года, в 586 году до нашей эры, Иерусалим пал. Началось 70-летнее вавилонское изгнание, которое завершилось возвращением в Израиль. И строительством второго уже храма, после того, как храм Соломона был разрушен. А теперь давайте вспомним о том, что вчера было 20, ровно 70 лет, 30 лет со дня распада Советского Союза, который тоже существовал 70 лет. Так закругляется история. От Набуха Доносора, до Михаила Сергеевича Горбачева и до наших дней. Вот так устроена наша еврейская традиция. Хорошего поста 10 Тевета. Ну ты закрутил. Горбачева еще к евреям приписал. И к Новуха Доносору. И к Новуха Доносору. Это все искусство наше такое. Это правда. Искусство быть раввином. Новая книга Алекса Риммана. Заказывайте в интернете. Это была программа Детали. Александр Римман. И Марк Ильичевский. Нам помогали Вита Зуева и Женя Бараба, за что им огромное человеческое спасибо. Встречаемся ровно через неделю. Шабад шалом. Программа Детали. Первое радио. Всегда с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok